Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Новости» – клуб танцевального спорта «Лунапарк». В эфире телерадиокомпания «Напрегион». Программа «Новости» – студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Подготовка к осенне-зимнему сезону, контроль за санитарным состоянием города и подготовка к 70-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Планы на неделю с общегородской планерки. На Кубани прошел пятый ежегодный фестиваль «Арбузный рай». Подарки и бонусы от федеральной оконной компании «Экопласт». Выгодное предложение и акции только до 15 августа. Подготовка к осенне-зимнему сезону, санитарное состояние города, благоустройство и чистота. Мэр Анапы Сергей Сергеев призвал чиновников вспомнить свои обязанности еще раз. И посмотреть пристально вокруг. Закрепленные участки, территории и улицы должны быть в порядке. Более подробно все темы планерного освещения в сюжете Натальи Пухальской. 715 сообщений о происшествиях за неделю. 44 пока не раскрыты. Участились ДТП, есть пострадавшие. 32 нарушения в сфере потребительского рынка. Из незаконной продажи изъяли более полутора тысяч алкоголя. Расслабились гости курорта и чиновники. Мэр Анапы Сергей Сергеев призвал руководителей служб свежим взглядом посмотреть на свои повседневные обязанности. О работе с мигрантами и профилактике правонарушений среди мигрантов отчитался начальник отдела УФМС Андрей Дубошин. Осуществлено три плановых выездных проверок по поступившей информации. Также проведено три совместных рядовых мероприятия с представителями администрации ОВД и Казачества. По результатам выездных проверок и совместных мероприятий составлено семь административных протоколов за нарушение иностранцами миграционного законодательства. Это три за незаконное проживание на территории России и четыре за незаконное осуществление незаконной трудовой деятельности. О возможном переводе с четвертого на пятый класс пожароопасности предупредил заместитель мэра Анапы Алексей Харитонов и поручил усилить охрану дачных кооперативов, особенно на границах с лесом. Начальнику управления ЖКХ подготовил документы для участия в конкурсе по программе капитального ремонта многоквартирных домов и всем сотрудникам администрации проверить состояние памятника в городе и сельских населенных пунктах. Сегодняшним дням, как и было обещано, службы Алексея Васильевича и моим управлением мы сегодня продолжаем осуществлять проверку по соблюдению санитарного состояния строительных площадок. У нас сегодня уезжают соответствующие налоги и уже с целью и необходимости привлечения к административной ответственности. Результаты будут доложены дополнительно. О планах посевной на 2014 год доложил заместитель мэра Анапы Михаил Баюр. Аграрии рассчитывают получить не менее 60 тонн урожая с 12 тысяч гектаров. Главам сельских округов Михаил Баюр настоятельно рекомендовал содействовать администрации и навести порядок в системе незаконной придорожной торговли. Нарушения зафиксировали на пляжах Анапы. Самые смелые продавцы носят пиво, лихие водители устраивают прокат на квадроциклах. Из администрации готовят письмо в Росприроднадзор на неделе. Каждый день запланированы проверки объектов мелкорозничной торговли. Задача начальника управления санаторно-курортного комплекса Дмитрию Ерохину каждый день контролировать санитарное состояние Пионерского проспекта. Посмотрите, кто бьются в ДТП, резонансные правонарушения преступления. У нас по мере ответственности, те, кто должен отвечать за это, и профилактировать, почему-то в начале сезона такого не было. Может быть, я его отпустил, так я ее заключу быстро. В начале сезона, еще раз подчеркиваю, такого не было. Уже на летальность от того, что головой щит пробили рядом с администрацией. И мы смотрим куда-то, друг на друга кибаем, кто это должен сделать. Сегодня в Анапе более 16 тысяч детей проходят лечение в здравницах. Через три недели – начало нового учебного года. Первый урок 1 сентября пройдет под девизом «Олимпийский старт Кубани». Тематика для старшеклассников – принятие Конституции России и военно-патриотическое воспитание. Накануне праздника – 70-летие освобождения Анапы от немецких войск. В режиме ожидания анапская делегация специалистов на работу в Сочи. Отработать должны четко, грамотно и профессионально. Мэр Анапы Сергей Сергеев разработал антикоррупционную программу. Действовать начнет сегодня. Поверьте мне на слово, антикоррупционные мероприятия я провожу постоянно и будем их проводить в свете проведения антикоррупционных мероприятий. Сегодня будет готов список так называемых решал, которые есть в Анапе. Ну, может быть, из-за предела в Анапе. К нам приезжают. Так вот, этот список будет передан начальником управления отделов и заместителем. Заместителем строжайшее исполнение правового указания. Начальники управления отделов замыкаются на заместителя. Кто встретился с решалой, докладывайте заместителем мне лично, начальники управления отделов замыка, с какого переговора встречались и что за вопрос он вам или она задала. Анапа на пороге знаменательного события – 70-летие освобождения Анапы от немецких войск. С 20 августа город оденут вывески и тематические рекламные плакаты. Разместят фото активных горожан с их поздравлениями городу и ветеранам. По городскому радио прозвучат песни военных и послевоенных лет. Дополнительно с 14 по 20 сентября пройдет праздник улиц. Ветеранов будут поздравлять адресно. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов. Анапа. Регион. Зеленые, полосатые, круглые, квадратные и на 64 килограмма – все это арбузы. В поселке Стрелка Темрюкского района прошел пятый ежегодный фестиваль «Арбузный рай». Наша съемочная группа побывала на празднике у соседей. Самые интересные моменты большого фестиваля в сюжете. Ярмарка народных умельцев с сувенирами – обязательный объект для посещения. Гости Кубани с собой забирают на память. Тарелочку с арбузным раем надписью. Арбузы! Все очень вкусно, все очень красиво, все организовано, очень интересно. Дегустация арбузов. И не только. Это улица гостеприимства. В пятого фестиваля «Арбузный рай» народу, как на ярмарке и кого только нет. Кошки с маникюром, дети арбузы. В полосатом костюме дочка бахчевода Арина – продолжение славной династии. Лучи нету праздника у нас. Вы местные? Конечно. Который раз вы здесь делаете? А мы не здесь. Мы сами бахчеводы. Я сам выращиваю и участвую. Даже в арбузном рай. Пятый год мы его проводим в фестивале. У вас какие арбузы? Самый мощный? Самый мощный? Ой, у нас все хорошие арбузы. Голландские сорта и хорошие. Все хорошие. У нас плохих нету арбузов. То, что кубанские арбузы – хороший, факт. Проверенный и подтвержденный. Едят с аппетитом даже самые привередливые. Кому есть арбузы, по природе не свойственно. Качество арбузов отметили все гости фестиваля. Местные с гордостью, приезжие, завистью. Нигде в России таких арбузов больше нет. Очень много пробуем. Вкусно. Славя. Сорт такой? Да. Самое вкусное. Откуда приехали? С Анапы. С Анапы? Наши местные. К бабушке ездим. А так мы из Москвы все. Скажи мне, в Москве такие арбузы есть? Нравится и дети очень ждут, когда мы сюда приедем. Именно в Анапу или прямо на Арбузный рай? На Арбузный рай. Мы уже третий год подряд приезжаем к вам. Поэтому нам здесь очень нравится. А изменения есть какие-то? Уже есть чем сравнить? Вы знаете, ну, в принципе, мы когда три года назад приехали, вроде так же, тогда было по-семейному проще. Да. А сейчас как-то по-другому. А тогда вроде мне так понравилось, потому что как большая семья собиралась за общими столами. Для меня это необычно. Просто необычно. Да, я первый раз в таком мероприятии. Хлорид такой национальный. Вообще интересно, весело. Музыка такая хорошая. Арбуз вкусный. Вот привезла наших гостей сюда, показать нашу Кубань, наши традиции. Потому что мы гордимся нашей Кубани. Хотелось бы, чтобы не только в нашем Краснодарском крае знали о таком празднике, но и за пределами его. Пока часть гостей ярмарки пробовала урожай этого года на вкус, другая часть насыщалась культурно. Праздничная программа с конкурсами и народными песнями собрала пару сотен зрителей. Всенародно любимую Марусю подпевали всем миром. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На художественный свист, не обратите внимание, невозможно свистеть Людмилу, научили братья. Два брата у меня было, на 9 и на 10 лет старше меня, а я с ними везде. Фото с арбузами на фестивале «Арбузный рай» – правила хорошего тона, поводов и фонов много. Необычных арбузов еще больше. Квадратные, огромные на 64 килограмма, желтые и бессемечковые. Как можно арбуз кушать в июне месяце? Сегодня благодаря фестиварию мы уже не сомневаемся, что наши бахчеводы своим умом, талантом сделали так, что сегодня россияне имеют возможность пробовать арбуз не только в августе, но уже в начале июня. И вы сегодня того свидетелями. У нас есть бессемянный желтый, бессемянный красный, желтый с семечкой, красный с семечкой, квадратный, громадный – все это есть. В Темрюкском районе всегда выращивали бахчевые культуры. С 2006 года началась большая история арбузов. Сегодня в районе под Бахчой более 1300 гектаров земли, а урожай 2013 года в два раза больше прошлого года. Темрюкский район является лидером в Краснодарском крае по производству плодово-ягодных культур и, конечно, арбузов. В прошлом году произведено 121 тысяча тонн этой прекрасной продукции. На этот год поставлено бланков 135 тысяч тонн. Как правильно выбирать хороший спелый арбуз среди тысяч полосатых, рассказал фермер Алексей Винник. У него цвет яркий, насыщенный цвет арбуза должен быть. Ну и, соответственно, арбуз, его надо похлопать, он должен звень, как барабан. Глопаешь по нему, если спелый арбуз, он уже начинает внутри немножко вибрировать. Листочки, которые с усиками, которые от него отрастают, если они подсохли, значит он уже спелый. Когда выходишь на поле, они видны. Когда арбуз зеленый, то ботва высокая. То есть листья арбуза высокие, и арбуз не видно. А когда он уже весь спелый, ботва опускается, и арбуз там видно, блестит, как грибочки. А еще, оказалось, арбузами можно играть в боулинг, в баскетбол и в прокат на скорость. Есть! Есть у нас! Молодость победила! Получаем слабкий приз! Угадайте из трех раз, что это будет! Наталья Пухальская, Артем Зиборов, Анапа. Регион. К другим темам. Планшет в подарок за покупку. В августе федеральная сеть оконных компаний «Экопласт» дарит всем клиентам планшеты, двери и сплит-системы. Выгодные предложения и условия акции в нашем следующем сюжете. Переостеклить квартиру приятно, комфортно, экономично и при этом с большой выгодой. Возможно, обратившись в федеральную сеть оконных компаний «Экопласт», в Анапе в офисе продаж компании «Август» объявили месяцем подарков. Клиентам предлагают выгодные цены, высокое качество и приятную систему бонусов. Покупайте окно в компании «Экопласт» в августе и получайте стильный планшет в подарок. А при остеклении всей квартиры мы подарим мощную сплит-систему. А еще в августе в компании «Экопласт» при покупке окон каждый клиент получает в подарок двери, причем на выбор – шпанированные межкомнатные со стеклением или стальные входные. Становитесь клиентами компании «Экопласт» и получайте бонусы от федеральной сети. Все подробности можно узнать в наших фирменных офисах. Напомню, предложение ограниченное будет действовать только до 15 августа 2013 года. Ищите качественно окно по хорошей цене – в компании «Экопласт» предложат то, что нужно именно вам. И в благодарность за заказ в августе дополнительно порадуют подарками. Адрес компании «Экопласт» в Анапе, улица Лермонтова, 116 В. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров – салона магазина изделий из камней самоцветов «Тайной медной горы» и торгового центра «Алиса». Всегда удачный шопинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шопинг. Кто-то не любит шопинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» Исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайной медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайной медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Во вторник, 13 августа, в Анапе малооблачно, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 23-25 градусов, ночью до плюс 22. Ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 25 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Лунопарк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Лунопарк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. Клуб танцевального عета «Лунопарк». ПО ANDСКОКОТИК ПОЛАДОНСКИ Продолжение следует...